Слово предоставляется Казёнову Александру Сергеевичу, Рабочая партия России. Спасибо родной Рабочей партии России, которая мне поручила председать партийный доклад. Спасибо Российской Коммунистической Рабочей партии, которая собрала такой замечательный форум борцов за коммунизм, признающих диктатуру предприятия. Спасибо вам, дорогие товарищи, что несмотря на столь поздний час, несмотря на такую долгую работу с трудными понятиями, категориями, вы все еще сидите, внимательно слушаете и готовы продолжать этот довольно трудный разговор. Наш доклад называется «Закономерный характер и семейное историческое износение Третьей русской революции». Эпоха буржуазных революций, как вы знаете, была открыта Великой Французской революцией в 1789 году, провозгласившей Декларацию прав человека и гражданина. Правда, эта эпоха для человека оказалась эпохой человека-буржуа в основном, который и выиграл все преимущества последовавшей эпохи. Революция Октябрьская, революция 1917 года, провозгласила Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, что более глубоко, фундаментально, и этим открывается целая эпоха победоносных пролетарских революций. И эта эпоха продолжается. В этой эпохе мы живем, действуем и помним о тех, кто когда-то открывал и начинал эту эпоху и действовал задолго до. Это Парижская коммуна, это Совет рабочих депутатов Иванова-Издесенская и выдающееся декабрьское восстание в Москве, руководимое Советом рабочих депутатов Москвы. Значит, можно вспомнить, что до эпохи буржуазных революций, открытой французской революции, были спорадические революции в Голландии еще в XVI веке, в Англии в XVII веке. И, скажем, в нашей эпохе пролетарских революций предшествовали коммунные и названные мной события. Между теми, значит, революциями, началом и эпохой прошло 250 лет фактически, между нашими революциями и эпохой победоносных революций прошло менее 50 лет. И эта революционная эпоха продолжается. Но теперь в России великие завоевания революции на время утрачены, и мы вынуждены вновь углубленно думать над теми проблемами, которые эта эпоха перед нами ставит. Здесь много причин, и экономических, и политических, но не в последнюю, а может быть, как показывает опыт нашей страны последних десятилетий, первую роль играют причины идеологические. Ленин в своей статье о значении воинствующего материализма разъяснял, что, цитирую, «без солидного философского обоснования никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мирозазерцания». А у нас не то, да, значит, обоснование философское вроде было, в теории вроде мы изучаем, всё нормально, но получилось, что этого натиска не выдержало само руководство коммунитической партии. И это, конечно, поставило партию и страну в очень тяжёлое положение. Поэтому, чтобы выдержать эту борьбу и провести её до конца с полным успехом, учёный, по его словам, должен быть не только, значит, современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, но есть, должен быть, дилектическим материалистом. Чтобы достигнуть этой цели, Ленин призывал организовать изучение науки логики Гегеля, вообще, значит, философии Гегеля, и много содействовал тому, чтобы, значит, партия посвящала время, занятия, чтобы изучать новую методологию, методологию дилектического материализма. Сталин продолжил это дело, и при Сталине было издано в первые милии, значит, собрание сочинений Гегеля на иностранном языке. Первый иностранный язык, на который, значит, был перенос, собрание сочинений Гегеля, был русский язык. Опираясь на то, как применял Марксом и теоретическую диалектику, значит, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон дальше, говорил Владимир Ильич. И надо сказать, что в Советском Союзе этому много внимания изучали. И если некоторые товарищи говорят, что, значит, там идеологи не были готовы, не развивали теорию, то я думаю, что это не совсем правильное утверждение. Многие не развивали, многие боролись, выступали против, но были, значит, философские школы значительные, очень много в философии и в других социальных науках в советское время было сделано. Значит, и я думаю, что, в общем, это даже и не секрет, об этом мы писали в нескольких и статьях, и книжах, и, значит, на конференциях выступали и так далее. Вот под этим углом зрения, под углом зрения использования методологии Гегеля исследует рассматривать как все теоретические работы, созданные Лениным после завершения фундаментального конспекта науки Лурики Гегеля, так и революционную деятельность рабочего класса и его партии по созданию и использованию для строительства коммунистического общества советской власти, столетнюю годовщину установления которой мировой рабочий класс и все прогрессивное человечество отмечают в 2017 году. В своем конспекте гегелевской науки логики Ленин уяснил для себя и для будущих поколений марксистов, что, цитирую, «нельзя вполне понять капитала Макса, и особенно его первой главы, не простудировав и не поняв всей логики Гегеля». Не простудировав и не поняв всей логики Гегеля. Значит, ну и по опыту я очень хорошо знаю, что не только студенты, не только преподаватели, не только доценты, но и многие-многие профессора не простудировали науку логики, даже не прочитали ее полностью. Поэтому можно считать, что если бы не работа, проделанная Лениным в философских тетрадях, не была бы столь плодотворной теоретической и практической деятельностью Владимира Ленина по руководству революции. Материалистическая диалектика помогла Ленину обосновать закономерный характер социалистической революции именно в эпоху кризиса мирового, в эпоху Первой мировой войны, в эпоху, когда на базальском конгрессе социал-демократической партии Первый, Второй интернационал принял резолюцию о том, что мир находится в революционной ситуации, Ленин вновь приступает к изучению науки логики. Причем тогда она не была переведена на русский язык, он изучал ее по-немецки. Я думаю, что здесь товарищи читали этот конспект и знают, как тщательно он выписал, какие обобщения Владимир Ильич делает и какие посылы нам дают для изучения науки логики и философии вообще. Я уж не говорю, что некоторые его мысли являются просто вкладом в материалистическую диалектику. Ну и, конечно, в это время он работает над книгой «Империализм как высшая стадия капитализма», где я не только тщательно проанализировал эту новую стадию капитализма, о которой здесь сегодня выступающие уже вспоминали, но и делает завершающий вывод, что этот империализм и эта стадия капитализма, она прямо переходит, прямо готова к переходу, значит, свою противоположность в коммунистическое общество. И здесь же Ленин делает тот замечательный вывод, который тоже, я надеюсь, вы знаете, я его только вспоминаю. Вывод о том, что революция произойдет, значит, не сразу во всех капиталистических странах, как мыслилось сначала Маркса и Ингельцев, а сначала в одной отдельно взятой стране. Но я думаю, что немножко мы сами этот вопрос, эту проблему идеологизируем. Почему? Потому что и Маркс и Ингельцев, они не мыслили, что про революцию произойдет 25 марта, там в 17 часов и так далее. А мыслили, что начнет, она сначала, думали, в Англии, потом вроде там события наворачивались в Турции, потом вот в переписке засулись, значит, в России вроде есть предпосылки, и она может начать какое-то революционное движение и так далее. Так что, значит, конечно, этот вопрос, он растянутый во времени, такие вопросы не решаются в один год. И из предыстории буржуазной, эпохи буржуазной, как я уже сказал, она развивалась в предыстории 250 лет. У нас меньше 50 лет. Поэтому и сам процесс революционный, конечно, он растянулся на весь 20 век и продолжается сегодня. Ничего тут удивительного, собственно говоря, нет, когда вникаешь в эти вещи. И Сталин этот вопрос хорошо знал, и в одном из своих выступлений, значит, говорил на эту тему, что она растянута, что капитализм мировой, значит, будет пытаться, значит, победить. Первая в мире социалистическая страна, поэтому этот процесс растянется. Ну и, наконец, Леонид делает вывод, что государственно-монополистический капитализм есть такая ступенька в развитии империализма, между которой и социализмом никаких промежуточных ступеней нет, что при капитализме действует тенденция превращения в единую капиталистическую монополию, и что единое капиталистическое монополие, но обращенное на пользу всего народа, означало бы социализм. Что, следовательно, империализм есть канун социалистической революции. И, конечно, этот диагноз и прогноз совершенно точные, и революция себя, значит, не заставила ждать, через, значит, несколько месяцев практически совершилась. Значит, Ленин подчеркивает, что из всего сказанного о экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать как переходный или, вернее, умирающий капитализм. И эти фундаментальные экономические выводы, сделанные в работе Ленина, послужили ему основанием для разработки теории социалистической революции и для осуществления ее на практике. Можно обратиться к статье Ленина «Военная программа пролетарской революции», написанной в сентябре 16-го года. Он пишет, что победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разум вообще войны, наоборот, он их предполагает. Ну и понятно, что раз начинаются войны, то этот процесс растягивается на годы и годы. Ленин – гений. Гений он потому, что осознал объективную необходимость коренных социальных изменений, означающих переворот во всем экономическом базе и политической и идеологической расстройки. И своей титанической деятельностью по просвещению и организации рабочего класса продвинул человечество далеко вперед. И он смог это сделать благодаря тому, что стоял на плечах гигантов, какими были Егель, Маркс, Энгельс. Ленин осознал и всегда подчеркивал, что главным в учении Карла Маркса является учение о диктатуре пролетариата. И я думаю, что вот в наших книгах, статьях, выступлениях в последнее время в общем этот тезис достаточно глубоко и широко развернут. И это не может радовать, что теперь в нашей среде на эту тему фактически таких больших дискуссий нет. Работая на берегу разлива... Но здесь есть один сложный вопрос, как мне кажется, и сегодня мне показалось, он как-то не очень так было развернут. Работая на берегу озера разлива в июле 17-го года над книгой «Государство и революция», Ленин использовал свою так называемую «синью тетрадь», в которой им было собрано все основное, а у Маркса, Энгельса, по проблематике государства и диктатуры пролетариата. В книге «Государство и революция» и других своих работах Ленин последовательно проводит мысль, что тот не марксист, кто не доводит признание марксизма до признания диктатуры пролетариата. В работе «Великий пассив» он особо подчеркнул, что диктатура пролетариата необходима не только на переходный от капитализма коммунизм период, но и в течение всей первой фазы коммунизма. И опять меня сегодня порадовало, что некоторые товарищи наши выступающие вот эту мысль усвоили и воспроизводили в разных контекстах. Я думаю, что вот этот вывод, он один из главнейших. Но отказ от диктатуры пролетариата в третьей программе партии, это было... Александр Сергеевич, сколько вам еще времени? Еще чуть-чуть. Чуть-чуть это сколько? Две минуты. Понял. Значит, диктатура пролетариата – это сущность дела, сущность любого государства, как нам рассказала преподаватель из Тиргизии. Также и диктатура пролетариата – это сущность. А формой являются советы. Советы – это форма диктатуры пролетариата. И сначала казалось, что это такая российская форма, российский такой признак, российское свойство. Но вот эта вот эпоха и судьба Совета в 19 веке и сегодня, она показывает, что дело здесь не в советском опыте, а дело здесь в сути, в соотношении сущности и явления. История показывает ясно, что вслед за отказом от руководства Советов и со стороны большевиков Советы терпят поражение, а вслед за ослаблением Советов подвергается эрозии в конечном счете устранению компартия. Так было в России, так было и в Европе. Видимо, и Европейско-Азиатский союз Советских республик не возник по этой причине. Не стали европейские социалистические страны советскими, не создали Советских республик, а становились на буржуазной форме народных, то есть демократических республик. А они, демократия, она тоже в двух формах, она бывает буржуазная, бывает социалистическая. Они фактически не перешли к советской форме. Поэтому Великое Октябрьское социалистическое республик имело колоссальный и нереализованный потенциал, который призвано реализовать теперь наши поколения. Она имела в себе перспективу создания Всемирного союза Советских республик, руководимых пролетариями всех стран. «Пролетарии всех стран соединяйтесь», написано на нашем лозунге, на нашем знамени. Однако форма этого соединения не была вполне ясна с самого начала и лишь после опыта Балижской коммуны Иванова Вознесенского, РСФСР. СССР стало ясно, что эта форма имеет всемирный характер, и она открыта для расширения Союза Советских республик до общемирового уровня Совета Всемирного Союза Советских республик, руководимых пролетариатом всех стран. Такова диалектика превращения империализма как высшей стадии капитализма в свою противоположность. Сто лет прошедшие после блестящей победы Третьей Великой Русской революции подтвердили всю глубину и прозорливость проведенного Лениным исследования превращения капитализма в коммунизм. Великая Октябрьская социалистическая революция разгром Советским Союзом в фашистской Германии положили начало образованию системы социалистических государств. Контрреволюция и временная реставрация капитализма в СССР и в европейских странах Советы экономических взаимополучий, наступившие по причине оппортунизма и ревизионизма их руководителей отхода от маршизма и ленинизма замедлили, но не могли остановить развитие системы социалистических государств. Нынешний мир уже не может быть охарактеризован как мир империализма. Он расколот на две противоположные системы и система социалистических государств, население которых составляет около полутора миллиардов человек, успешно развивается, несмотря на те проблемы, о которых здесь сегодня вспоминали. В переходном периоде от капитализма к коммунизму находится быстро наращивающая свой потенциал Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, при поддержке КНР и СССР победившая США. Куба и Лаос в первую фазу коммунизма вступила успешно отстаивающая свою независимость Корейская Народная Демократическая Республика. Начатую сто лет назад Великой Октябрьской Социалистической Революции победоносную борьбу рабочего класса за революционное преобразование мира не остановить. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ